Нам было интересно посмотреть, на каком свете находятся наши журналы в сайте «Этвейшер Минус» и «Спандер», насколько они там себя уютно чувствуют, и как дела обстоят, насколько уютно чувствуют себя журналы на ваших сайтах «Этвейшер Минус» и каковы у них перспективы. Выпускаешь сразу, выпускаешь сразу, и была попытка задать какие-то рекомендации, но на основании полученных данных все задачи. Вот, собственно, главный список белорусских журналов, их очень мало, как видите, все можно посмотреть подобно. Опять-таки, все обрывают первые три журнала. Скажу вам, что это переводные версии, они в «Спандер». Следующие журналы — это не переводные версии, а эти журналы оригинальные, которые, естественно, параллельные названия, параллельные аннотации, параллельные скиплотеракции, но вы эту практику знаете прекрасно. Так, первый журнал из «Спандер» — это переводная версия, указанная на чьего именно, в ряде этого сейчас уже интересно вдаваться в детали. Импакт-фактор его — 0,619, полученный в результате 519, сделанных один, сделанных уже полосылок. Значит, он сравнился с импакт-фактором среднего журнала после ответственной дисциплины, сфильтрофикой. Что мы называли средним журналом? По средним журналам явился первый журнал третьего картина, данные тематические области. Значит, указан импакт-фактор этот. Он в 3 раза, как видите, в 4-6 раза выше. Не достает ссылок до среднего этого журнала — 46. Грант — 40 и 40, четвертый партий. Следующий журнал. Здесь картина похожая примерно. Значит, опять-таки, четвертый партий. Не достает 210 ссылок, значительно больше, чем получим. Ну, не достает, вы не понимаете, это выгодно или... То есть, не достает, ничего больше. Не значит, надо их как-то фразифицировать. Следующий журнал. Значит, с 48 ссылок, импакт-фактор, 2,657. Среднего журнала импакт-фактор незначительно отличается, как видите. Не достает количество ссылок, в данном случае, меньше, чем имеется. И 3-й кратер. Здесь все выглядит получше. Журналы и, собственно говоря, импакт-фактор сайта Аккейшер Индекс. Вот этот журнал, кстати, в самом WebEx-Science назван немецким. Это ошибка. Грубая причем ошибка — это журнал официально издается от ЭБИИ института математики. Это белорусский журнал. И все-таки одно отключение я сделаю. Есть один журнал, который называл WebEx-Science белорусский. Он, на самом деле, американский. Абсолютно американский, как главный ретангер белоруса. Вот так. И, значит, когда мы его брали для сравнения с его показателями на стороне интереса, он далеко не лучшим оказался. И, значит, даже долгие традиции перевода на английский язык не показало нам какого-то глобального преимущества. Ну, как бы это ни был данный конкретный журнал. Значит, мы рассчитывали. Методика, в принципе, довольно очередь. На коллегу из успехов. На нее намекала. Излагать я не буду. Мы сами не под фактор рассчитывали, поскольку для журнала, в принципе, его нет. Значит, и рассчитывали не под фактор данного журнала в своей области. Был бы 54. То есть он на 6 разных оперативных последних. То есть он уже фактически по своим традициям он обязан быть в экспаментах. Почему? Честно говоря, трудно понять. Почему он до сих пор не так? Два журнала из нашего университета политического, который сейчас представляется. Где? Вот. Два журнала. Значит, это, значит, журнал «Чистый дурорусский». Параллельный английский резюме, естественно, название, ну, что, как вы знаете. Рассчитывали не под фактор 61, но он был бы последний журнал «Чистый дурорусский». Он уже дошел до этого уровня. Я имел честь, кстати, этого публиковаться, и говорить в честь без всякой иронии. Журнал действительно серьезный. Молодой, амбициозный, молодой, молодой. Вот второй журнал нашего университета, который, ну, на первую очередь, вообще-то недоизумение попал в «Журнодчик Science», потому что, посмотрите, значит, на него 10 ссылок, ничтожное значение, не по факторе, измеряющееся с тысячными. Значит, добрать ему нужно 168, чтобы дойти до среднего уровня, то есть 16 целых с десятками раз, чем у него есть. И он не вошел в уровне имеющийся список. Более того, посчитали мы, и насколько он хуже, либо пока его последнего журнала в списке, там катастрофические, если я хочу вам дать. Еще два журнала, по которым ничего посчитать нельзя, это слишком недавно. И в «Журнодчик Science», и просто данные получить невозможно. Вот, и баночка в догонку таких моментов. Вот один из журналов. Мы делали анализ в 2018 году. Просто я бежал из-за овощей рекламы. Мы делали анализ в 2018 году, но уже в 2018 году мы увидели, как мы будем возрастать, показать рецитированности. Поэтому все это достаточно подвижно и не столь однозначно, как кажется. И вот, если вернуться к журналу, который я назвал безнадежным, то вот это такой интересный один маленький штрешок. Потому что после взлетения его, вымножим сайт «Сайт Нейшн Индекс», мы терпели коренного регламента. Я еще принял свои 5 минут. Вымножим сайт «Сайт Нейшн Индекс», после включения его, его публицизированности вскочим, трехкратный прирост. То есть, если с такой динамикой пойдет ему рост, действительно, и если выбор сайт «Сайт Спотеки», вот что им очень легкий, журнал слабый, действительно, но он растет. Вот. То все с ним будет нормально. Рекомендации. Они абсолютно очевидны. Это использование всего, что здесь говорили, все делаются. Значит, все рекомендации по фальсификации библиотических показателей, все, что делают наши сами журналы, безобразная практика, не менее десяти ссылок, это уже фальшиво, библиометричество. Или во многом журнале не больше двенадцати. Это безобразно. Но сделать нельзя. Хотя факты рекомендающие с качеством действительной продукции имеются. Вот. Ну, не так достигаются. Единственная рекомендация в фразе оригинальной это рекомендация прецензирования. И не так уж это банально, как кажется. Потому что, если рецензент будет обращать внимание на листовку статьи, включая турбулу библического цитирования, порядок будет довезен абсолютно во всем. Была запланирована ритмика «Всегда не полезна война с любовью, вынуждены ее отпустить». Значит, пригодизм по отношению к спискам цитированности литературе неравен без шарфа структурности. Это совершенно волну исключено. Я вчера говорил пример. В нашей сукраинской коллегии заметных речи, посвященных допустимости манипуляции списками литературы, редакторам речи изменили статью, процитированную нами.